Добрый вечер, вы смотрите программу подробные разговоры. Сегодня мы обсуждаем жилищные и коммунальные вопросы и гость нашей студии, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко. Владимир Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, номер это смс, ватсап и вайбер сообщения. Мы принимаем ваши сообщения по номеру плюс 7 952 740 41 41. Также в нашей студии работает телефон прямого эфира, наш номер 215 44 33. Прежде всего, несколько слов о программе, которая успешно реализуется в Екатеринбурге. Это благоустройство дворов, что в рамках этой программы уже в городе сделано. И самое главное, жители активно включаются в программу? Да, жители активно. Я напомню, что в этом году у нас поступила 61 заявка от города Екатеринбурга в адрес правительства Свердловской области. 37 дворов попали у нас в программу благоустройства по первому этапу. И мы начали реализацию работ на этих объектах. Повторно мы дополнительно, дополнительные средства область объявила еще раз конкурс. И мы, город Екатеринбург участвовал в этом конкурсе. Дополнительно нам дали средства на дополнительные работы по двум дворам в Ленинском районе. И добавили два двора. Один в Ленинском районе и один в Железнодорожном районе. То есть у нас получается 39 полноценных объектов реализовываются. Сразу хочу сказать, что в июле мы отработали готовность почти 100% 10-12 объектов. Ожидаем такое же выполнение в августе и окончание в сентябре. И согласно совещаниям, в том числе и у губернатора Свердловской области, был срок поставлен, что до 1 октября должны закончить благоустройство. Ну и погода, соответственно, надо делать все в летний период. Поэтому задачи такие поставлены, работы ведутся. Жители очень активно принимают участие в реализации данного проекта. Я объезжаю в еженедельном режиме объекты по районам. Мы встречаюсь практически в каждом дворе со старшими по домам, представителями советов домов, обсуждаем какие-либо изменения в проект в том числе, вносим их, корректируем и реализуем программу. Собственники вкладывают только 5% средств, основное это бюджеты различных уровней? Ну, я сразу скажу, что в 2019 году у нас было условие отбора, это 5%. И остальные 95% это средства федерального бюджета, областного и городского бюджета. Это жители могли, ну, не менее 5% жителей. При этом на дополнительные виды работ уже, когда дополнительный отбор проводили, уже на дополнительные виды работ, кроме 4 обязательных, уже существовал процент 20%. Со следующего года участие собственников планируется в размере 20%. Как вы думаете, это влияет на то, что жители в меньшем объеме будут участвовать? Или все равно двор благоустраивать нужно? И возможность такая есть? Мы убедились во встрече с жителями, на приемах, в том числе в районах встречаемся. То есть жители готовы участвовать даже 20%. Еще раз напомню, что в принципе по жилищному кодексу это обязанность собственников благоустраивать. Поэтому здесь идет помощь от субъекта, от федерации, от города в денежном выражении. Поэтому люди готовы участвовать даже 20%. И чем, ну, так я бы сказал, больше процент, потом больше будет, наверное, все-таки заинтересованность в сохранении этого объекта. Вот тоже это немаловажно? Либо есть гарантия на те работы, которые проведены? Кто за этим следит? Гарантия, естественно, есть у подрядной организации, но опять же гарантия на произведенные работы. Есть и вандальные действия в отношении объектов. Конечно, это оформляется через органы внутренних дел и восстанавливается уже за счет средств собственников. Но, тем не менее, в протоколах решения общего собрания, чтобы попасть в программу, был один из пунктов, что собственники обязуются эксплуатировать дальше эти объекты. Елена пишет нам, что хотели бы сделать площадку для выгула собак. Возможно ли это в рамках программы по комфортной городской среде? Ну, коротко отвечу, возможно. Для этого должен план составить собственникам? Эскизный проект. Напомню, что обязательно должно в этом проекте благоустройства участвовать 4 обязательных элемента. Это лавочка, это урна, это освещение, это асфальтовое покрытие. Кроме этого, еще дополнительные объемы работы установлены правительством Свердловской области. Это детские площадки, это игровые комплексы, спортивные площадки. И в том числе у нас в этом году реализуются несколько объектов с площадками для выгула собак. 215-44-33. Это телефон прямого эфира нашей программы. Добрый вечер. У нас есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Девчатский район. Район библиотеки имени Паустовского. Вот непролазная грязь, когда дожди. Вообще ни асфальта, ничего нет. Вот сделаем кружочек, вот тут выложено плитками, вот для отдыха кружок. Ну и вот. И все. Библиотека Паустовского в сторонке и дорога к 16-й школе. Вообще непролазная весну, осенью грязь и летом после дождей тоже. Как деточки ходят грязнющие в школу 16-ю. И вообще мы старики тоже еле-еле тут переходим. Ну вопрос я услышал. Я по своему коллеге и по благоустройству Алексею Эдуардовичу Бумову передам вопрос. Поэтому посмотрим этот объект. Еще одна реплика. Мы хотели бы сделать в нашем дворе детскую площадку. Это возможно? И с чего начинать? Первый шаг. Ну детскую площадку возможно, если в рамках данной программы формирования современной городской среды. То есть первое это решение общего собрания собственников. Двумя третьими голосов достигается, утверждается эскизный проект, утверждается стоимость этого проекта. Размещение, соответственно, всех элементов, в том числе детской площадки. Экспликация оборудования, которое должно там стоять. Еще раз говорю, что участие не менее уже в следующем году 20%. Обязательство взять на эксплуатацию. Данный протокол собрания с заявкой, с эскизным проектом, со сметной стоимостью. Подается от управляющей компании, либо от товарища собственников жилья в районные комиссии. Общественные районные комиссии, которые созданы в каждом районе. Заявки данные подаются. Мы сейчас готовим нормативно-правовой акт о сборе заявок уже на следующий год. Я думаю, что мы в сентябре его выпустим, к сентябрю. И начнем отбор заявок на следующий год. Там же делали специальное покрытие на детских площадках, чтобы дети не ударялись, чтобы там все было безопасно. Это тоже на работу? Да, у нас в этом году несколько видов покрытия. У нас есть и гравийное, у нас есть и щебеночное покрытие, есть и песчаное покрытие, и есть прорезиненное, которое уже показывали на спортивных площадках. Оно удобное, есть резиновое покрытие плитками, которые устраиваются. Это просто цены, да? То есть жители сам сами выбирают, что бы они хотели выбрать? Да, совершенно верно. То есть жители. Ну, естественно, на спортивных площадках, на детских, игровых, если присутствует резиновое покрытие, это в том числе и безопасность. Еще одна тема. Сергей говорит о следующем. Хотели бы поменять в нашем доме лифт? Это возможность сделать? Есть какая-то специальная программа для этого? Ну, во-первых, слово «хотели» понятно, значит, должны быть условия для замены лифта. Нормативный срок службы лифта 25 лет. Возможно, дальше продление, если лифт содержится в хорошем состоянии. Замена лифта, программа замены лифтов существует. Мы ее в этом году совместно с правительством Северной области восстановили, возобновили. Значит, это в виде субсидий управляющим компаниям, собственникам жилья. 50 на 50 областей город финансирует, и собственники не менее 15%. Кроме этого, существует программа еще оригинального оператора капитального ремонта, который ремонтирует лифты, заменяет лифты, которые находятся в так называемом общем котле. Значит, в этом году у нас по этой программе, по городской областной программе, к замене 202 лифта. То есть все отторгованы, уже больше 80 лифтов к работам приступили, и к концу года будет заменено 202 лифта. В следующих годах будем продолжать. То есть обращение в управляющую компанию с этого нужно... Совершенно верно. То есть там тоже решение собственников. То есть все, что выполняется на общее имущество, требует решения общего собрания. Еще один телефонный звонок нашей студии. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, мы вас слушаем. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Да, да, говорите ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Николаевна. Я живу по Софье Перовской, 106. И вот дом стоит на горке, а для того, чтобы выйти к переходу, у нас нет спуска. Ни лестницы, ничего нет. И люди зимой скатываются прямо под колеса машин. Что делать? Ну, вопрос услышан. Мы посмотрим, обследуем данную территорию от Софьи Перовской, 106. Спуск к переходу я услышал. Несколько вопросов по ситуации в районе перекрестка Шевченко, Первомайска. Там идут работы по теплосетям. Что там? Вы недавно там были с проверкой? Да, совершенно верно. Мы проводим ремонтную кампанию в летний период. У нас, к сожалению, этот период очень маленький. Значит, мы должны до 15 сентября закончить все ремонтные работы для того, чтобы обеспечить своевременный пуск тепла нашим уважаемым жителям города. В районе Шевченко, моста Шевченко, Восточный, Луначарского, Мамина-Сибиряка идет замена тепломагистрали М10 диаметром 500 мм протяженностью 1,5 км. И мы еще продолжаем ее по улице Божова в сторону Первомайской. В том числе замена объема порядка километра, наверное. То есть работы масштабные, к сожалению, неудобство, наверное, для жителей идет с перекрытием дороги и будем на некоторое время перекрывать, в том числе, движение по мосту Шевченко, иначе не перейти на мост Шевченко с теплотрассой. Но это временное ухудшение для того, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей города. Понятны сроки, когда мы этот объект сдадим? Все объекты будут сданы, максимально будут до 1 сентября сданы, все объекты, в том числе, крайний срок выполнения, в том числе, с благоустройством до 15 сентября. По программе благоустройства дворов, Михаил интересуется, а можно ли сделать в рамках этой программы видеонаблюдение во дворе? Или это отдельная строка, жители сами за это платят? Ну, видеонаблюдение не относится к элементам благоустройства. Здесь собственники решат установить, значит, за их средства возможно установление. Еще один адрес. Люди пытаются понять, где начинается территория города, а где заканчивается территория двора. Вот кто за это отвечает? Хотят сделать хороший проезд во дворе. У нас межжевание дворов и территорий города проведено везде, поставлено на кадастровый учет земельные участки, поэтому у своей управляющей компании, товарища собственников жилья необходимо взять кадастровый паспорт территории. И в рамках именно этой территории возможна реализация программы формирования современной городской среды. Земли общего пользования, естественно, остаются за муниципалитетом и благоустройством этих территорий занимается муниципалитет. Несколько вопросов от слушателей, зрителей наших. Рекламные фирмы расклеивают объявления в подъезде. Кто должен это устранять? Если незаконная реклама в подъезде, управляющая компания должна с этим бороться? Да, совершенно верно. В рамках дома это управляющая компания, либо товарища собственников жилья, но, насколько я знаю, в каждом доме есть специальные доски для размещения этих объявлений. Понятно, что некоторые фирмы или не фирмы, частные лица распространяют, расклеивают рекламу где угодно, поэтому, конечно, это обращение в управляющую компанию. По лифтам вы уже упомянули, что есть специальная программа. По капитальному ремонту как работы идут, насколько успешно эта программа в городе реализуется? В этом году, я думаю, что программа по городу Екатеринбургу будет выполнена, ну, так, оптимистично, может быть, но я думаю, что к ноябрю месяцу будет выполнена полностью. У нас объектов в этом году немного, в связи с, ну, сколько средств, столько и ремонтов. Значит, в этом году мы меняем тоже, ну, практически все элементы и кровли, и отопления. Поэтому я надеюсь, что в этом году программа будет полностью выполнена к ноябрю месяцу, и к этому же времени будут устранены все замечания, контролируются и правительством Свердловской области, и Министерством энергетики ЖКХ, и региональным оператором. Все замечания, которые возникали у нас еще в 15-х, 16-х, 17-х годах. Что делает ситуация, если собственник не пускает в квартиру для проведения работ по капитальному ремонту? Вот такой вопрос от Юрия. К сожалению, есть такое у нас недопуск. Это не есть хорошо, это плохо, потому что капитальным ремонтом должны охвачены быть все элементы. Актируется, к сожалению, но собственник не пускает. Пока мер каких-то административных воздействий... Хотели даже закон принять, разрешить доступ? Закон и есть, изменения в закон внесены. Значит, пытаемся, региональный оператор, я знаю, что работает даже в судебном порядке, обеспечивать доступ. Поэтому работаем над этим, но, к сожалению, такое препятствие есть. Ваш совет, рекомендация, мы на лето уезжаем в сад. Будет ли перерасчет по коммунальным платежам в квартире по месту основного места проживания? Коммунальные платежи у нас сейчас в основном идут по приборам учета. Практически все уже считается. Летом отопления у нас нет. Содержание жилья в любом случае начисляется. Дайте, пожалуйста, совет. Хотим провести ремонт во дворе, но территория небольшая. Возьмут ли нас программу по комфортной городской среде? Мы любую территорию по размерам берем заявку. Еще раз говорю, что там должны присутствовать четыре элемента обязательного благоустройства плюс дополнительный. Если есть место для размещения того или иного элемента, конечно, программу будем принимать заявку. Нужно успевать? До 2022 года программа действует? Пока до 2022 года была озвучена. Но, значит, надеюсь, что эта программа будет продолжена. Говорят о продолжении этой программы. До 2024 года сейчас мы делаем постановление. Поэтому надеюсь. Спасибо вам большое, Владимир Алексеевич. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. Владимир Гейко отвечал на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Всего самого доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова